Добрый вечер! Добрый вечер! Их заявление чекается улетком. И у протяг темы инноваций. Уникальный для краины проект реализуется в Брагинском районе. Тут будут солнечные электростанции, могутности, яких позволит забеспечивать электроэнергии как минимум 4 районы. А купляльность проекта 5 годов. Промые инвестиции складают 22 миллионы евро. Под обязанности у Яугена Пабылауца. Уникальный для Беларуси инновационный проект реализуется на Пляцовсе, что за 3 километра от Брагина. Под его выдатковали 56 гектаров земли на место старого сада. Ранее тут был непролазных мызняк. Зараз явится самый буйный в Украине солнечный парк. Брагинский район для будования солнечных электростанций выбраны не выпадково. Тут на великое протяглость светлового дня и количество солнечных дней в годе. Учёна вызначили, что протяглость светлового дня в Брагинском районе на 20 хвилин до уже, чему Гомеле, и на 9 хвилин, чему суседних Хойниках. А гэта усяго 25 километров от Сюль. Инвесторы подлечили, что проекта купится праспять годов при термине эксплуатации у 15. Первый объект запрасует уже летом. Зараз ведутся работы параллельно одразу на трёх пляцовках. Проект состоит в трёх площадках. Основная площадка – это поле панелей, потом линия электропередач ЛЭП 110-ка, порядка 5 километров, и непосредственно трансформаторная подстанция, где будет происходить сбор электроэнергии с панелей. А кроме гэтой пляцовки, в наиближайший час пошнутся работы яше на одной у Брахинском районе на мессы былого аэродрома. Для потерпелых от товара на ЧАЭС района такие инвестиции – важная дотация у бюджет. Экономичный эффект яше и у тем, что будут створены новые працованные мессы и будет вырабляться больштанная электроэнергия. Плюс, естественно, вся республика получит то, что, скорее всего, меньше будет закупать за границей электроэнергии. Выработка электроэнергии в проделах 22 мегаватт – это где-то 4 района будет обеспечивать полностью электроэнергии. Йосин Торез до нового проекта и у инвесторов с Польши и Германии. Зараз вызначают будущие пляцовки подбудовництва. В наиближайший час такие же объекты могут заявиться и в соседних с Брахинским районах Гомельской области. Евген Паблавец, Валерий Гапанько, телерадо-компания Гомель. Сегодня в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Она протягнется до 1-го червяня. Как и ранее, абитуриенты могут возможность зарегистрироваться в одном городе, а проходят испыты в другом. Пункты регистрации будут работать каждый будний день с 9 до 19 годин, а так само в выходные дни – 14, 22 и 28 мая с 9 до 18 годин. При себе необходимо иметь пашпорт или инший документ, который подтверждает особу. Если абитуриент по важной причине не имеет возможности самостоятельно прийти в пункт регистрации, за его это могут сделать родные при наявности нотариально заверенной доверенности и ксерокопии пашпорта. Абитуриент может брать три предметы, по которых будет сдавать централизованное тестирование. Испыты пройдут с 13 по 27 червяня, резервовый день 5 липеня. Первично абитуриент приходит в пункт регистрации с документом, так мы его записываем, регистрируем на тестирование. Ему выдается анкета, он осматривает, что все на те предметы, на которые он запланировал, он записан. Далее он должен оплатить регистрационный взнос. Для этого он направляется в банк, где по своему личному коду оплачивает участие в централизованном тестировании, возвращается в пункт тестирования, где уже ему выдается пропуска. После того, как пропуска выданы абитуриентам, он считается уже зарегистрированным. Даречься всю подробную информацию можно отримать на сайте Министерства адекватии Республики Беларусь. Узнагороды все еще знаходят героев. Больше, как про 70 годов после закончения Великой Айчинной, удельнику войны Михаилу Рычкову уручена медаль «За двагу». Перед початком узнагороджения для молодых удельников церемонии – невеликая экскурсия по областным музеям военной славы. Все лето означается 75 годик початку Великой Айчинной. Але и простаки час, интерес да и ей не сменьшается. Сегодня практически у каждой семьи заховываются речи, як напомин обродных, які измагалися на фронтах. В моей семье, включаю, мою жену, с войны не вернулось просто вдуматься. Вот одна семья, 27 человек не вернулось. И сколько таких семей у нас было? Михаил Рычков – человек на Гомельщине ведомый. Об яго боевым шляху нагадываюць два ордены «Шервоной Зорки» – орден Великой Айчинной и медалей. Але, як высветлилася одну з заслуженных узнагород, ветеран у свой час не отрымал. Михаил Рычков каже, вельми задоволены, что цеперные гукители з'явится медаль «За адвагу», яким у 46-м яго узнагородзю президиум Верховного Совета СССР. Тембольш, что гэты факт – яше одно подсверження. О будзельниках войны сучасное покаляння памятая. Для ветерану гэта вельми важна. И меня, как участника войны, всегда сердце щемит, что мы, участники Великой Отечественной войны, сейчас находимся так же, как в бою. Уходят люди из жизни. И он уйдет, свидетель битвы грозной, с букетом роз, фиалок полевых. И запоминайте их, пока не поздно, пока они живут среди живых. Напереды дни Дня Перамоги орденскую книжку своего батьки отрымал и сын Исаия Новикова, який загинул уже не вне 41-го. У листопаде того ж года загадом командующего Заходним фронтом и он был узнагороджены боевым орденом Червоного стяга. Олег Сенсюрова, Ольга Коновалова, Михаил Рабкоу, телерадиокомпания «Гомель». Память про земляков, удельников Великой Отечественной войны, заховываются у городским поселку Уварович и Будакашалевского района. Тут створили музей, экспонаты для этого сбирали сами же хары. Первыми наведовальниками стали мясцовые школьники. Выхование патриотизму на прикладе старейшего поколения у материале Олега Сенсюрова. С фронтов Великой Отечественной во Уваровиче вернулся больше 250 человек. Зараз тут проживаю всего один у деньник войны. Тем больше важно заховать память об земляках, які змагались за перемогу. Музей, а докладний музейный покой во Уваровичах открыли у местовой школе. Со свободными помешканнями кажуть, у городским поселку есть проблемы, а в научальной установе все экспонаты еще и под надейной оховой. Тем больше, что тут собраны речи, які заявляються семейными реликвиями, коли в 2009-м у першиню огучили идею створения музея на основе местовых материалов, некоторые однеслися до ели скептично, але потом погодилися. Гэта корисная справа. Многие с трудом отдавали, многие отдавали, зная, что здесь люди увидят это, не будет лежать оно где-то дома в шкафчике просто, а будут знать, что были такие-то участники войны. Вот я своего отца тоже долго держала документы, а потом уже все-таки решилась. Для сбора экспонатов инициативная группа обошла литерально кожный дом. Некто пропоновал для музея фотосдымки, некто особистые речи, родных удельнику великой очины, одночасово займались записом успоминов. Батька Валерия Иванчикова был военным лётчиком и особисто сбил два ворожие самолёты. После вертания до дому войну узгадывал нечасто, але некоторые известки заховалися. Потом его сбили, и когда сбили, он ноги поломал, связки порвал, в чём специализировали его. Он был уже потом инструктором. Вот ему дадут с училища лётчиков-курсантов, и он их обучал летать. У выход у музейный покой не заборонены ни для кого, але перш за всё ягом это – патриотичное выхование молодзи. Наученцы, до речи, пачали цікавица экспозиции, яще на початку яйца творения. Тяпер яны, бадай, наибольшь активные прихинники пополнения фондов, постоянно пропонуют нечто новое, звычайно, злику семейных реликвий. По великим рахунку, створенный в этом году музей уже стал местовой славутостью. Видеть своих бабушек, дедушек, они рассматривают альбомы и видят, что это действительно война, это не что-то такое эфемерное. Это вот было у нас, это было с нами, что это где-то момент грусти, а где-то, наоборот, момент радости и, как это сказать, величия страны в том числе. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Будокошалевский район. «Гомель Абл Аутотранс» проводит доброчинную акцию для ветеранов и удельников Великой Айчинной войны. 8 и 9 мая поездки по всех маршрутах руху транспорту для их будут бесплатными. Акция для предприемства з'является традиционной. Ее холодная мета – оказание допомоги оборонцам родимы. Ветераны и удельники Великой Айчинной войны смогут беспирошкодно наведать святочные мероприемства не только по месту жихарства, але и за межами своего населенного пункта, а самое важное – сустреться со своими сябрами и однополчанами. До того ж 9 мая у пассажирских автобусах, на автостанциях и вокзалах будут гучать песни военных годов, а на самых буйных з'ях можно будет поспробовать солдатскую кашу. Протягиваем выпуск. Як вядомо, у летку в Беларуси буде проведена деноминация. С 1 липеня и до конца года старые и новые грошовые знаки будут знаходиться у параллельным звороте. Ими можно будет расплошиваться без обмежевания у соотносинах 10 тысяч до 1. И уже зараз, за 2 месяцы до початку деноминации, фиксуются выпадки махлярства. Злоумысники представляются социальными работниками и пропоновывают пенсионерам поменять старые гроши на новые. Некоторые доверливые грамадзяне сгаджаются и позбавляются своих сбереженьев. Специалисты нагадывают, что гроши можно будет обменять только у банку и только с 1 липеня. И, зразумело, треба ведать, як самостоянно адрознить подробки от соправдных купюр. Соправдные банкноты выраблены на специальные паперы с ахонными волокнами. Неузбройным волком можно разледить червоные и синие. На вобмацах можно зауважить повеличенный рельеф основной выявы. Монеты же по равнанию с банкнотами не мают таких прикмет для ховы от фальсификации. Соправдные адрозниваются от подробных, якостью материала и докладностью выполнения чаканки. А кроме того, они притягиваются до магнита. Пик злочинства у померкований супрационников правооховных органов почнется после проведения деноминации. К сожалению, органы внутренних дел приходят законстатировать, что данная проблема назревает. С 1 июля злоумышленники могут активизироваться и приходить к нашим гражданам под видом как соцработников, так и просто работников иных служб, в том числе и банковские, с предложением обменять денежные единицы второго образца на денежные единицы нового образца. Вместе с тем, милиция области напоминает, что обмен денежных знаков будет производиться исключительно в банковских учреждениях. Никто из социальных работников не будет приходить ни переписывать купюры, которые находятся на сохранение у наших граждан, ни тем более предлагать их поменять. Коли ж до вас пришли подозронные люди, и ке пропонувают обменять гроши, запоминайте их внешний выгляд и особливые прикметы и неоткладно телефонуйте у милицию по номере 102. До инших тем. Гомельские артисты стали переможцами международного творчого конкурсу. Удельники группы «Калейдоскоп Цудов» признаны лауреатами первой ступени на международном форуме детячо-юнацкой творчасти «Старшоу» у номинации «Клаунада. Оригинальный жанр». За выхование молодых талиновитых артистов, высокий профессионализм и особистый укладу развития мастатства специальной подякой форуму отзначенный керавник «Калейдоскоп Цудов» один из лепших иллюзионистов Беларуси Миколай Манец. Конкурс прайшоу у Минску у пятый раз и собрав полтысячи представников разных видов сценичного мастатства с Беларуси и Замежжа. Гомельчанки Людмила Балихатова, Вольга Стасенок, Яна Саладухина на годном узровне представили один из самых складанных эстрадных жанров. Их номер «Ку Карача» отзначился не только адменным почутем гумору, але незвычайностью и оригинальностью. Козыром выступления стал птушиный артист Ворон Гоша. Дарит шепераможную программу гомельских клауны сумай можно буде убачить и у Гомеле. Хотя это и звучит банально, но без чувства юмора не сделаешь шагов вперед и не станешь интересным. И именно юмор помог нам победить. Даже не, скажем, не наши костюмы, не наш грим, а вот наличие чувства юмора и интересности в нашем номере, я думаю, что позволило нам добиться того, чего мы добились. Это у них только начало. Девчонки, они способные, энергичные, в меру амбициозные. Поэтому у них еще большое будущее. Теплая, але дождливая надворья чекается у регионе на гэтым тыдни. По прогнозу областного гидромедцентра в ближайшие сутки будет переважно без западков. У особных районах слабый туман. У ночи температура поветра складе от 4 до 9 градусов тепла у день от 16 до 21. Подобный характер надворья захавается и у Сираду, а вот починают 6-5 мая у регион прийдуть дожжи и на вольницы. Ночные температуры будут стрематься на узроуне плюс 5-10 градусов. У день будя до 21, местами до 23 тепла. На гэтым выпуск завершены. У студии працавала Наталья Гнатенко. Усяхов вам доброго и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова